всем привет с вами канал все для огорода чистотел здесь целая грядка до этого здесь мы высаживали в прошлом году не помню что там петрушку что здесь у нас росла вот специально делаю видео для натальи мусины из перми перми тоже было пару пару лет вот чистотел смыть она вот любит его есть здесь как раз к тебе на год хватило бы его место котлет есть этой сныть крапива растет к твоей любимой вот крапива вишня это у нас жасмин такой большой и хмель туда еще лезет здесь перми дальность солнечный нагреватель которые воду греет до кипятка его правда еще не подсоединил потому что у меня сейчас он у меня есть 70 литров стоит на бане есть баня позавчера мылись до 100 градусов на нагнал вот там клеона большой высокий он дает много листьев для перегноя здесь яблони огромные в этом году яблоков нету так спускаемся ниже снимаю на фотоаппарат так здесь я прокопал вот потому что сныть все забила вот так что здесь флоксы у меня есть цветы растут вот виноград это у нас гарнольд которые со вкусу муската так идем дальше виноград лидия крапиву вчера дергал буду делать зеленое удобрение здесь цветы лилей растут вот еще он какой цветочек растет один здесь надо насыпать двойного супер фосфат тогда они зацветут полностью так чё здесь лопух он растет огромный вот здесь чистотел вот отцветет его срежу крапиву буду выдергивать потому что там у меня в юные растут надо им сажать вставлять палочки чтобы они велись бы шпалере они в августе красиво цветут внизу посажен виноград вот один сорт вот другой здесь я вчера подвязывал виноград немножко вскопал чуть-чуть чтобы ну легче его поливать это винный сорт винограда название не знаю поспевает поздно хотел его привить на другой сорт но сейчас у меня принципе нет сортов то есть они есть но они еще только в этом году я посадил их вот здесь тоже крапива полно вот вот крапива такая вот не знаю у меня только крапива растет больше него никого нету потом вот цветочек вот такой будет свести лопух вот такой здоровый так вот сныти полно полно огромные сныть сныти полно так через еще так бачки пересажены недавно под для того чтобы пленка накрыл чтобы они принимались а когда солнце спарит они все-таки немного вянут там на дальнем плане у нас парник с огурцами там сныти полно в двух яростном локи флокса еще не цвели они в июле цветут и сухари надо как-то буду спиливать крыжовник мой растет картошка только сходит плохая картошка покупал ее в пятерочке видимо его чем-то обливают чтобы она не росла то есть она у нас полмесяца лежали лежала просто на солнце даже не не пустила эти глазки не стали расти так груша постепенно растет вот груша у нас так макушку я срубил оставил два метра ветки растягиваю в разные стороны в разные стороны так приствольный круг окопы бросаю кислое щи банану кожуру вот здесь вот кусок этой бросил вот так что еще там были так вот здесь наша груша здесь растет шиповник а здесь была сирень на сиреневую настойку я уже сделал я вроде показывал как ее делать сиреневую настойку вот у нас как бы так нас за забором у нас растет калина рябина на рябину я бы присобачил грушу там один плодик будет грушевой там вот грушу нас сорт чижевского я прививал его на дичок то есть в лесу нашел дичок но не в лесу там ну как бы на крайне видимо тот ел грушу бросил вот у соседа взяла 4 при черенка привил вот хорошо пришлось вот она и 10 лет вот что делаю я делаю молодых подрезку молодых побегов в мае месяце вот я делал побег здесь уже ведь развивается в почке почка развивается то есть и расти надо вот почка это для чего делаем для того чтобы на каждый год груша плодоносила делаем подрезание молодых побегов то есть именно с 20 мая с 20 по 25 мая можно делать подрезание и по из 20 по 25 июня июля вот три раза делаем побег подрезание на будущий год вы с плодами то есть будут больше цветов и плоды завяжутся также можно ветки так как груша это южное растение она растет вертикальный вверх мы должны ветки оттягивать весной берете шпагат какой-то бываете корья и растягиваете ветки делает горизонтально здесь вот тоже я тоже делали те ветки горизонтально хотя груша она растет только вертикально до соседа растет вертикально вот он что-то не приезжает два месяца видимо наверное самогон варить на нет дома некогда так что здесь у нас но все вот по погрушей по как подрезать я вам рассказал то есть точку роста останавливаем и вот потом она выдавливает почку тоже начинает расти ждем когда у нее на этой почке вырастет небольшой стебелечек в три-четыре листочка и опять тоже его обрезаем и вот и раза три мы так обрезали вот если стебелечек не вырос три три четыре месяца четыре раза до 20 скажем июня то можно обрезание делать через месяц то есть в июле тогда но бывает так что у плохо растет как как обрезать вот значит здесь вот на ее тело ну просто точку роста остановите все вот она ветка да вот скажем вот вот ветка я здесь точку роста не оставлю берете просто прищипнули и вот так вот и все вот прищипку сделали или ножницами и сегкатором здесь листоверка вот вот и вот у таких игрушки висеть на будущий год у вас на понятного ну естественно у меня все в траве я не могу здесь взорваться в одну харю поэтому мне трава растет родители уже старенькие поэтому приходится здесь одному мне ковыряться как могу конечно не не идеальный этот самый огород некоторые показывают них там все чистенько у меня такого нету вот что могу то делаю мне главное чтобы мне вот люди вот у нас соседи даже не здороваются но у них зато они все участок косят каждый день у них там гладко прям в два сантиметра это трава то есть такого заросления у них нету но мне зато есть ягоды вот груша будет ирга вот сейчас покажу вот ирга вот такая вот и и обрезаю раз три года вот потому что она кверху растет чтобы птицы там ее не сожрали а съел я поэтому делать раз в три обрезание вот я прошу раз обрезал на 2 метра надо делать на метр на вот потому что она на следующий год то есть в этом году видите вот я прошу раз делал обрезание ведь она выросла где-то практически на 7 сантиметров вот эта ветка вот она вот она больше год здесь она зацветет и будет и такие ягодки висеть вот ягодки похоже на чернику точно точно вкус такой же тут но это ирга вот могу очень никому присылать есть хотите почты оплатите только почтовый сбор посадите себе вот там много этих молодых на рост на 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 ростов этих так здесь желтая слива растет но тоже надо обрезать его вот наверху как я туда доберусь надо крючком ее зацеплять вот изначально у нас слива здесь росла а потом мать сосед сосед отдал два кустика иргии вот она за 20 лет здесь наросла я уже два раза обрезал старый толстый обрезал потому что он век был метров 6 на высотой ягоды были там наверху я срезал здесь молодые пошли он рано ирга растет куста кустом то есть кустовая ней вот что там еще яблоков в этом году нету есть только слива будет калина малина вот в прошлом году срезал здесь вот плен растет за забором и срезал все никак в печку их не определю так здесь у нас цветочки люпины цветут на не как обычно цветут сама с июня по июль вот здесь малина начала цвести вот уже пыжик прилетел опыляет малину будет малина цветет в июне а в июле мы можем собирать малина здесь и не так много потому что у меня здесь цвели цветы были такие они у меня цвели в сентябре я не знаю как называть сентябрины или октябрины вот на год прошла прошло прошлом году их не подрезал на их место залезло какое-то и они не цвели они пропали ну в принципе и на нафиг они нужные цветы эти они цветут поздно вот здесь на их место залезла малина малина у меня росла возле забора вот видите от забора на сюда перешла она любит чтобы земля была такая более плодородная на она так не растет вот на молодые ведь нарастает малина вот вот снимаю авто аппаратом олимпус с 60 с двойным стабилизатором с электронным и оптическим так унес изум большой есть 24 кратный так вот у меня наши кустики наш огород сзади там желтая слива синие слива на моя теплица самодельный я думаю не каждый сможет такую теплицу сделать вот там наверху два солнечных нагревателя даже три вода от солнца греется до кипятка вот я уж показывал но могу лестницу поставлю покажу залезу на крышу я просто не хочу лезть там крыша очень острый а железом покрыто очень скользкая только надо лазить когда сухо сухо а то можно оттуда спорхнуть вот все картошка всходит пойдемте крыжовник пока покажу мне сыжевска прислал брат два сорта крыжовника здесь кот ходит на завтрак вот кот пришел на завтрак хлеб он не ест этот кот до вчера давал копченую рыбу тоже понюхал и не стал есть нет ничего где ты живешь там и кушай вот крыжовник растет сыжевска будем это белый крыжовника я обычно делаю из него вино то есть беру малину крыжовник черную смородину мне его мало там все один куст красные два куста все это смешиваю пропускаю через мясорубку добавляю сахар воду получается малиновое вино там еще черноплодка растет дальше и яблони вот они поэтому час дождик был с утра там сыра вот здесь у нас ярко вот она уже начинает краснеть и потом она чернеть будет можно кушать ее вот здесь я как-то к соседу ездил там у нее прям над за забор вылезла прям ел 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 так наелся там нужно бетон взять и набрать отверги вот так показала да здесь вот слева желтый растет мне не нужно и вот здесь два куста хотела кому-нибудь запихнуть и резать жалко мне а к себе сажать уже тоже не охота мне уже все засажено ну это желтая слива такая ну сладкая довольно даже слаще чем синяя она не бывает с червяками оба осени общи до червячки внутри бывает желтый почему-то не бывает видим более кислые вот вот так вот ирга у нас так но все вам показал так ну все спасибо за просмотр всем пока пока